Ну что такое жизнелюбие, да? Хочу так разобраться с этим понятием. Мы все себя любим в основе. Любовь к себе рождает жизнелюбие. Мне кажется так. Но что помогает человеку в этом мире выжить, это как раз любовь к самому себе. Мы же все центр мира, вокруг нас крутится весь мир. Мы так понимаем, каждый из нас. Каждый из нас центр вселенной. И рождаясь, с нами вместе рождается вселенная. Мы только потом узнаем, что оказывается вселенная существовала еще до нас, и потом будет существовать. Нас это очень расстраивает, конечно, как-то так. И вот, конечно, если опять возвращаемся к воспитанию, если ребенка любили в детстве, если родители дали ему вот это вот ощущение, что да, я центр вселенной, то он тогда, наверное, тоже рад жизни, счастлив. И его жизнелюбие. Он каждый сам себе вот как раз этот рецепт выдумывает. Если человек сам может себе выдумать рецепт жизнелюбия, то он счастливый человек. Вот как воспитать детей? Детей надо воспитывать в любви. Вот первое, что любовь, она и воспитывает детей сама. Мне кажется, главный критерий воспитания – это любовь. Если будет любовь у родителя, тогда будет воспитание. И не надо при этом ничего больше. Никаких конфет, никаких радостей и богатства, ничего. Если ребенок воспитывается в любви, то вот это самое счастливое детство. У меня одно время висел ремень. До сих пор, кстати, висит. Я специально сделал такую бержалочку, ремешок, и ремень висит такой. Это арт-объект. Он, по-моему, висел. Но никто никогда к нему не прикасался. Дети с ним, с арт-объектом играют. То есть он даже не воспринимает его как угрозу. Это как-то уже определенный юмор такой. Что вот, плеточка там где-то висит. Вот так, наверное, воспитание идет. Такими шажками маленькими. Сам себя воспитываешь, их воспитываешь. То есть такой процесс естественный. Что такое связь поколений? Начинается это все вот с того, что мой дед там где-то построил дом. А я потом в этом доме живу. Мой дед строил дом для чего? Не то, что для самого себя, но он думал еще о том, обо мне, о будущем. И когда этот дом есть, то я ценю этот дом, я ценю свою родину. Я ценю это место, я уважаю его. И вот этот дом маленький, он врос в землю, его сломать надо. А его не поворачивается в руках сломать. Потому что это мой дед строил. Вот отсюда вытекают какие-то нравственные понятия. Я единственный рецепт знаю, как я понимаю. Может быть, он кто-то еще назовет какой-то рецепт. Чтобы связь поколений была, нужно вернуться к истокам, к нашему естеству, к нашему естественному образу жизни. То есть мы страна аграрная, сельскохозяйственная. И чтобы связь была поколений, мне кажется, деревня сохраняет эту связь. Я просто это вижу, но в очередь. Сколько бы людей не уезжало в город, они сюда возвращаются, привозят сюда внуков, и эта связь есть. Людям и внукам есть чему поучиться, а дедам есть чему научить детей. А нельзя быть свободным, мне кажется. Вот если бы мне жизнь поставила большого пинка под зад, сказала, свободен, я бы полетел, таков-то, например, тормашками, лишившись всего. Семьи, детей, там, всех своих этих, как скажем, жизненных достижений, да, вот тогда я был бы свободен, наверное, так сказать. Брюкнулся бы в снег, вот в одних трусах, а может быть даже и без. О, свобода! Делай, что ты хочешь этой свободой, пожалуйста. А если ты начинаешь, а если ты живешь, ты все равно не свободен, ты завязан массами, ниточками каких-то связей, контактов, ответственности, обязанностей с этой жизнью, да. Поэтому, наверное, да, как бы сказать, я человек свободный, вот, я свободно взял на себя тот груз, который я тащу по жизни, вот, и тащу, вот. Но я свободен при этом этот груз сбросить, если я захочу, но я не хочу. Что это, какая это самоотдача, да, она во многих проявляется в каких-то делах. Это и домашние дела, семейные, хозяйственные дела, и на работе. И встаешь с мыслями о творчестве или о чем-то там, или ложишься с этими мыслями. И радостно просыпаешься с радостью, что тебя сегодня новый день ждет интересный. Вот, а вечером ты с радостью засыпаешь, зная, что ты полностью выработался, все, что мог, сделал. Ну, это для меня самоотдача. Понятия честности и самоотдачи, они рука об руку идут. Человек должен быть искренним, честным, тогда у него и самоотдача будет максимальная. Так скажем. Когда ты перед миром стоишь, восхищаешься этим миром, и хочешь этот мир приукрасить, или воспить, это одно. А когда ты хочешь этот мир переделать, переустроить, весь перекроить, сделать, создать свой мир, вот, наверное, тут от сатаны, наверное, что-то есть. И когда у нас постоянно что-то пытаются перестраивать, переделывать, ничего не получается, никогда ничего не получится. Надо очень бережно относиться к тому, что мы имеем. Вот есть у нас то, что у нас сейчас есть, вот это нужно суметь с этим сжиться, это воспринять и себя переделать, самого себя. И тогда мир станет лучше. Когда мы пытаемся мир переделать, вещь вокруг себя, для того, чтобы не было хорошо, вот это уже все, это рождает хаос и разрушение. Вот это тоже, кстати, очень близкие понятия, если человек, или человек потребитель, или человек созидатель. Вот чем мне нравится деревенский образ жизни? В деревне живут созидатели, потому что они с детства знают, что нужно, чтобы дома, если было тепло, нужно дома топить печь. Чтобы топить печь, нужно заготовить дров. Чтобы было потом покушать, нужно посадить огород. Чтобы корова давала молоко, нужно косить траву и за корову ухаживать. И весь этот жизненный цикл человек с детства воспринимает нормально, и у него даже вопросов не возникает на той теме. Если человек не испытывает радости от любого труда, что бы он ни делал, то, наверное, он становится разрушителем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова